Галина Громова, балакаду Ленинграда, помнит с первого до последнего дня. Как рассказывает женщина о том, что в ее родной город пришла война, она узнала, стоя на балконе своего дома. Началось с того, что я случайно увидела, выйдя на балкон, самолет летел, такой какой-то зеленый, как фанерный. И не свастика была, а крестик черный. Он летел уже после того, как сбросил бомбы в склад пищевой наш, в Бадальские склады, так называемые. Все то время, которое жители Гордона не держали оборону, Галина Георгиевна, тогда еще совсем юная девочка вместе со сверстниками дежурила днем и ночью у подъездов и на крышах домов. Специальными щипцами она с подругами тушила небольшие зажигательные бомбы, которые сбрасывали немцы на мирный город. День снятия кольца блокады с Ленинграда она помнит во всех деталях. На улице кто мог, кто мог, обнимались, целовали друг друга. Ну как, радостно, конечно, было очень радостно, трогательно было. В канун 75-й годовщины в Центре социальной помощи провели торжественную встречу жителей блокадного Ленинграда и представителей городской власти. Каждый ветеран получил памятную медаль и цветы. А еще для тех, кто пережил страшные дни бомбежек и голода, ждал приятный сюрприз от правительства Санкт-Петербурга. Каждый, кто пришел на этот торжественный прием, говорил о том, что этот праздник, как и День Победы, со слезами на глазах. А поздравляю друг друга, единогласно повторяли. Главное, чтобы подобное не повторилось. Кирилл Осенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.